Оригинальное поздравление для полицейских подготовили в Горельской школе-интернате. Уже много лет стражи порядка оказывают помощь и детям, и работникам этого учреждения. Поэтому в День сотрудника органов внутренних дел педагогический состав устроил для них сюрприз. Как именно поздравили стражи правопорядка Олег Рожков. Старший инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Косова в числе тех, кто постоянно встречается с детьми Горельской школы-интерната. Поводы разные – и Новый год, и просто оказание какой-либо помощи. Ольга говорит, что видит особый смысл в таких визитах. Детям мы показываем свой пример, подаем на личном примере, показываем свой опыт, общаемся с детьми. Тем ребятам, которым интересно, мы рассказываем про свою работу. Соответственно, они делятся с нами своим хорошим настроением, показывают нам концерты. Но в этом году для Ольги и ее коллег подготовили сюрприз. Вместо детей праздничную программу организовали сами сотрудники школы. Полицейские приняли участие в интеллектуальной игре «Что, где, когда». Разделившись на команды, они пытались разгадать ребусы о кинематографе, литературе и простых русских пословицах. А в перерывах между этапами для «Стражей порядка» исполнялись песни. С приходом в мир и до забвенья. Мудрее греби сам придет, страдает падать. С сотрудниками полиции школа-интернат сотрудничает уже не первый год. Директор учреждения отмечает, что одной из главных целей совместной работы является социализация находящихся в интернате детей. В рамках такого взаимодействия проводится множество мероприятий. «Неоднократно в нашем учреждении проводились спортивные мероприятия. Это равнокомандные соревнования между детьми и сотрудниками линейного отдела. И несколько таких акций экологического характера. Мы посадили аллею с их участием, трудовые десанты, чисто по хозяйственной деятельности». Одним словом, такую вот шефскую помощь полицейские оказывают почти круглогодично. В следующий раз стражи порядка посетят Горельскую школу-интернат в декабре на Новый год. Олег Рожков, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей.